Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Авер Орт, и на канале Авер Гимки. Сегодня мы заканчиваем развивать свой транспорт в третьем летсплее. Да, это долгожданная серия Hashtag Final. Последняя серия, точнее, по крайней мере, последняя официальная серия третьего летсплея. Собственно, начинаем мы её с, собственно, Шкоды City Elephant в Республике Аверии, собственно, на УЗе, на Угрозалезный Тип, собственно, в городе Фастов. Собственно, там только что увидели проект R9 или R2, честно, я их так... По-моему, кстати, это было всё, не, это была R9, я видел там сбоку будочка такая, знаете, для... Ну, короче, не помню, для чего-то будочка, но, короче, там была отдельная ячеечка для такой будки. Не знаю, для чего она нужна, опять же, но ладно, не важно, короче. В принципе, вот мы находимся в Фастове, вот мы, кстати, уже отправились на нашу торговую Шкоде City Elephant. И я решил, кстати, начать её, эту серию прямо из салона. И вот с таким, на самом деле, прикольно-прикольно видно, потому что справа у нас получается с депотом, какие-то пути, там что-то это самое... Типа промышленный район, ну, на самом деле, там просто депо находится, но, по крайней мере, так многие, может быть, могли бы подумать. А слева у нас, получается, уже жилая часть, там у нас тут поезда ходят, короче, много путей, пути в развитие, короче, не, ну, очень, как по мне, красивый вид, собственно, да. И вот наша серийка именно с этого и начинает, собственно, да. Конечно же, финал, это последняя серия третьего летсплея, воскресенье, премьера, так далее, всё такое, в принципе, очень даже хорошо всё это дело у нас пока что проходит. Итак, во-первых, во-первых, также могу напомнить по поводу того, что до сих пор открыты у нас собеседования на посты мэра в ЛП-5. Также обязательно можете в описании, получается, найти наши ник-наймы с хэштегами в Дискорде, добавлять нас в Дискорд, потом проситься на собеседование, собственно, после чего мы вас с собеседением проводим. И, в зависимости от того, прошли вы или нет, можете попасть на пост мэра в ЛП-5. Более детально про это я рассказывал, собственно, в предыдущей серии, 60-й получается. И можете по подсказочке где-то вдоль этого ролика её найти и туда перейти и пересмотреть начало, именно начало, потому что именно там я это более детально, так скажем, освещал. Итак, в принципе, в предыдущей серии давайте, может быть, даже немножко вспомним, что мы добавили, потому что, в принципе, записывая эту серию, так скажем, подряд, я решил всё-таки делать 60-ю и 61-ю финальную я записать подряд, ну ладно, это организационные моменты, они вам особо не нужны. Собственно, в предыдущей серии мы, получается, обновили нашу Укрзалезнытью, у нас теперь находится здесь, вот, так скажем, наш Шкода Сити Элфон. У нас есть также обновленные вагоны, получается, УЗ, конечно же, я их сейчас, прямо, наверное, скорее всего, не найду, но, тем не менее, знайте, что они здесь стопрудово есть. Но, увы, прямо сейчас найти их я не смогу, собственно. Ну и сегодня у нас, скорее всего, добавляются ещё более новые, получается, УЗ-шные вагоны, которые мы тоже, конечно же, сегодня сможем посмотреть. И, кстати, всё-таки не сильно далеко не пришлось идти, всё-таки я смог найти, вот, собственно, да, эти самые вагоны, которые у нас предыдущие серии. Собственно, сегодня у нас завоются ещё более новые, ещё более тоже красивые. Также в предыдущей серии, как вы помните, прямо в конце у нас заво Получается новая раскраска на ЧАЭС-4 КВР, которую мы сегодня тоже запустим, уже только тогда, когда у нас добавится в 21-м, скорее всего, году новые вагоны эти, да, вместе с ними, как раз таки, на ЧАЭС-4 запустим, но перед этим, думаю, что можно, в принципе, даже слегка заняться нашими транспортными инстанциями, собственно, строительство абсолютно точно на этом заканчивается, строительство больше в 3-м ВСП производиться уж точно не будет, остается только лишь позаменять некоторое количество транспорта, тем более, в основном, даже в Республике Аверик, тем более, ну, хотя в Северном Федерации мы тоже чуточку сегодня затронем, но тем не менее, И такс, и такс, и такс, и такс, во-первых, нужно найти, конечно же, какой-нибудь ЧМЭ-3, собственно, вот один из них, вот он тут вот катается, потому что две штуки мы заменим на более новую обновленную раскраску, собственно, выбираем его, конечно же, его мы, конечно же, тоже убираем, выбираем дизель, и здесь вот нам нужно будет всего лишь что-то найти, получается, где-то тут чмошку нашу, кстати, вот у нас еще тут М-62, новые укры, залезные все раскраски добавилось, в принципе, мы сегодня его тоже, конечно же, запустимся, я даже знаю, на какую-нибудь, на кулиню, Я думаю, что вы помните, когда-то у нас была такая пассажирская линия, где-то у нас ходил как раз-таки М-62, вот такой вот, и сегодня мы, собственно, его там обновим, и так, теперь нужно здесь вот найти ЧМЭ-3, вот мы их, собственно, нашли, есть, получается, у нас, если сказать, еще раз, что-то раскраска ЧМЭ-3Т, надо будет его, кстати, тоже запустить сегодня, как я, это как раз-таки есть, то вмешательство в Северную Федерацию, о котором я говорил немножко ранее, и вот, собственно, ЧМЭ-3Т в укры, залезные все новые раскраски, собственно, Как мне кажется, его еще более красивые, чем могла бы быть. И так, собственно, применение, конечно же, нашего техосужного делаем, и вот, он реально красавчик, вот такой вот прикольный, теперь тут вот, так скажем, катается, вот тут нарисовано. И нарисовано УЗ, конечно же, да, у крызалезницы Правда, у него есть небольшой баг, так скажем У него из-за стекла, вот здесь вот получается на его фонаре Вот тут все прозрачное, так скажем Ну и также из-за стекла на, собственно, сбоку его Здесь вот тоже все, так скажем, слегка прозрачно Если мы залетим, конечно, тут интерьер у нас будет Но, тем не менее, если мы смотрим снаружи, то интерьера здесь нет Увы, небольшой такой баг, но это, скорее всего, из-за того, что у нас получается Это не лицензионная версия в данный момент Да, у Let's Play 3 делается не на лицензионной версии Но все последующие Let's Play уже будут на лицензионной Так что не волнуйтесь, все дальше у нас будет немного получше Собственно, в любом случае, в принципе, со стороны Вот так вот можно на него посмотреть Вот и вот теперь у нас красивенько реально выглядит наш новый ЧМ3 на раскраске Укрзалезницы Также нужно нам найти, думаю, будет еще один Даже знаю, где у нас будет он располагаться Вот, собственно, у нас один из них Вот, собственно, думаю, что красный хотя Хотя нет, знаете что? Хотя, чтобы через Киев ходил нормально у нас такой Потому что я помню, что здесь вроде как у нас на Дарницу ходит один из них К раз таки ЧМ3 И вот, как раз таки его, думаю, что нужно бы и обновить Итак, собственно, нам нужен, получается, точно не перцевая нефтерудная Вот, как раз таки вот такая вот линия К раз таки, которая проходит прямо через центральный Киевский вокзал Именно поэтому мы сейчас выбираем его Мы его изменяем И сюда, конечно же, добавляем новый ЧМ3 в УЗ раскраски Тоже обновленной Итак, в принципе, вот он у нас заменяется Он у нас молодец И вот красота теперь у нас тут еще чуть больше наступила Итак, в принципе, отлично Вот, кстати, может быть, это он? А нет, это не он Перепутал, бывает Итак, теперь нужно, получается, найти будет состав с М62 Кстати, смотрите Все идеально сегодня, получается, проходит Мы краски нашли Вот состав с Машкой М62 Которую мы сейчас прямо слегка обновим, собственно Точнее, ее, ну, перекрасим просто, так сказать Проматываем в самый низ Добавляем новую УЗ раскраску на нее Изменяем, конечно же И вот она у нас, так скажем, слегка поменялась Только теперь у нее получается А нет, краски остались даже круглые Получается у нее фара В принципе, да, реально просто перекрасили ее в новый цвет Кстати, смотрите У нас Львовская залезница Это почернифти Пассажирский АХ То есть, получается, он в Черновцах находится Точнее, должен базироваться И находится он должен на Львовской железной дороге Но, тем не менее, находится у нас немного на другой линии Находится на линии Киев-Калининград Который вообще даже не контактирует со Львовом Но, тем не менее Тем не менее, очень близко к нему проходит Так что, в принципе, можно считать, что он И является у нас на правильном железнодорожном пути Итак, теперь, Вайза, к тебе вопрос Какие ты ЧМА-3 хочешь заменить на обновленную ЖД-раскраску? Люди, привет! Да, Везер с нами, конечно же В финальной серии Так, ну, какие-нибудь сортировочные? Ну, на них ЧМА-3 у нас не на сортировочных и не ходят В принципе, думаю, что можно, наверное, которые ходят у нас в сторону пограничника аэропорта Ну, да, наверное Нет, подожди, нет Мы такой не знали Ну, это УЗ, что ли? Он УЗ, что ли? Он находится на территории Укрзалезны Да, такой нельзя Что у тебя тут такое? Не помню вообще, находятся ли у тебя какие-либо сортировочные линии Ну, по идее, должны же быть У тебя стопудово должны были быть какие-то сортировочные Не может же быть такого, что у... Ага, вот, по-моему, я нашел Вот, тут вот есть у нас Сортировочная в Уфе Да Как минимум, одна у нас есть И как минимум, вот этот пояс точно у нас станет в РЖД-раскраске Что пора бы уже как-то все-таки на это все дело заменять Итак, листаем в самый верх Вот, получается, находится у нас РЖД-раскрасочка новая Вот так вот мы делаем Изменяем, конечно же Он у нас изменяется Делаем у техобслуживание заново И вот теперь, да, красавчик У нас в РЖД-раскраске теперь тоже ходит Вот так вот, в Уфе получается В принципе, вот так у нас теперь это все дело выглядит И потихонечку у нас уже приходит 21-й код Реально, тут уже осталось за него немного, в принципе У нас уже будут какие-то новые обновленные электропоезда Да Итак, в принципе, далее мы возвращаемся назад Кукар-залезницы Так как все-таки последние две финальные серии третьего СП Именно про Укр-залезницы А именно сейчас мы будем заменять и обновлять Получается новые Р-очки А именно Р-9М Думаю, что вы помните, что у нас Укр-залезница Хорошо так занялась, получается, обновлением Наших статоподвижных составов Именно поэтому мы должны как минимум одну из них Заменить на новую УЗ-штуку Итак, мы, конечно же, ее заменяем Нужно, собственно, ее найти Вот, собственно, она здесь находится И вот Кто-то думает, что нам, в принципе, шести вагонов должно хватать Да, есть краски шесть вагонов В принципе, здесь мы тоже, конечно же, добавляем шесть вагонов И вот она, красавица У нас, получается, перекрашивается Обновляется И, в принципе, вот так вот теперь у нас выглядит Так, ну что ж, конечно же, действительно обновляется Теперь у нас получается такие вот Электронное табло По поводу направления ее линии И, в принципе, выглядит она теперь вот так вот Максимально хорошо, красиво Салон, конечно же, обновленный И все тому подобное Конечно, не, ну Красота вообще Р-9М в новой УЗ-раскраске В принципе, полностью обновленная Штука, конечно, очень и очень хорошая Такой я очень одобряю, так сказал Ну что ж, в принципе, выглядит это реально штука Очень красиво, но, конечно же, думаю, что это будет не одна Это, получается, у нас первая штука, которая у нас была Обновлена, получается, на Линии, меськая электричка Собственно, на фейлбане в Киеве Также нужно, конечно же, найти через, скорее всего, Менеджмент линий, другие электрички Которые мы сможем здесь, получается, обновить На немного более другие, так скажем Итак, в принципе, ну что ж, отправляемся Получается искать какие-нибудь старые Эрки, наверное, даже круглокабины, потому что круглокабины Реально уже в последнее время очень-очень Мало, так что давайте именно их мы и Позаменяем, ну что ж, в принципе, одну круглокабину Мы нашли, допустим, эти несколько Штук мы пропустим Допустим, листаем чуть вниз еще Больше, и вот тут, в принципе, находят У нас еще, так, они, она Тут все в Киеве у нас ходят, надо Что-нибудь такое, что не в Киев ходят, а Не только штамм у нас, получается, должен находиться Так, Киев-Львов, красота Одни только, так, Ивана Франко, ну что, давайте Допустим эту хотя бы, и так, в принципе, мы Их, вот такие, по-моему, выбрал краски Две штуки, хотел заменить, в принципе, три штуки На самом-то деле, ну что, давайте, знаете, давайте Лучше четыре заменить, то есть, получается, надо еще Одну какую-то выбрать, допустим, вот Нормально, отлично, в принципе, мы краски Их сейчас и заменяем на более обновленные Красивые КВРные, УЗшные Р-9-М Они у нас заменяются, конечно же И вот, собственно, одна из них у нас находится На линии, получается, Одесса, Севастополь Чем бы и нет, в принципе, да Крыму нашему, конечно же, тоже нужны Новые обновленные украинские электрички Конечно же, туда они будут Нас обязательно ходить Ну что ж, вот такая вот, получается, штука у нас теперь здесь Ходит, вот такая у нас теперь красота здесь наведена Это хорошо Тебе уже приближается У нас более близкая, так скажем, дата Уже у нас 8 сентября 2020 года И эти даты уже, можно сказать, в израильной жизни Прямо уже хорошо помню, потому что реально у нас уже Время приближается прям к нашим Прямо очень и очень близко Потому что, ну, могу напомнить, что Свой компьютер я приобрел Где-то, по-моему, 19 ноября 2020 года Так что здесь уже скоро приближается дата В принципе, покупки моего компьютера С которого сейчас прямо снимают Транспорт Фивер 2 Ну что ж, в принципе, дальше нам нужно найти Еще, что нам нужно заменить Итак, кстати, чуть не забыл У нас еще, получается, вот тут остались Еще немного вагонов, получается Вот, как раз-таки, Амедорф и КВР, пак 2, получается Вот мы, добавив, в предыдущей серии запускали Вот эти вот, второй вариант Второй вариант, получается, раскраски львовской На Амедорф и КВР Так что у нас еще, получается, остался еще вот этот вагон Собственно, именно его добавлением Мы прямо сейчас и займемся Собственно, придемся тогда, когда у нас Либо на Супер 21 год, либо когда мы Их все будем заменять И вот, в принципе, наконец-таки я разобрался Со всеми этими составами Я их полностью совершенно обновил Ну, не полностью, прям просто Подобавлял к каждому составу По два новых Амедорфа Но тем не менее сократил некоторые другие Которые у нас тут были Так, собственно, нажимаем кнопочку изменить Конечно же, они у нас изменяются И теперь И теперь мы, конечно же, добавляем тоже Техобслужение Теперь смотрим все же, как же они у нас выглядят Только надо, наверное, найти Что-нибудь такое, где они у нас будут находиться в начале Честно, не помню, где они точно должны у нас находиться в начале Но сейчас поищем, чтобы, так скажем, мы Их могли взглянуть Так, по идее, наверное, вот этот все-таки у нас должен быть Таким краски поездом Которого в начале должны будут находиться Эти вагоны новые Итак, в принципе, вот мы слегка назад отлетаем И вот, скорее всего, да Действительно, скорее всего Это вот краски один из тех вот новых поездов Да-да-да-да-да, все Белый салон Немного гофры И, в принципе, обновленный КВРный Аминдорф Да, действительно, это, скорее всего, он Да, светлая крыша И вот так вот теперь у нас получается Да, выглядят новые Обновленные составчики Нашей укрозалезы Собственно, в республике Авери Вот такая вот красота Теперь у нас тут, так скажем, наведена Такая вот красота у нас теперь тут выглядит В принципе Что ж, в чем бы и нет, в принципе, да Выглядит это все дело очень-очень даже хорошо И вот мы уже очень-очень постепенно Подходим, наконец-таки, уже к Получается, 2021 году В 90-м году должно будет появиться Кое-что новенькое Итак, собственно, в принципе, мы смотрим И, получается, на Дарницкий вокзал В данный момент И вот у нас 31 декабря И 2021 год И у нас, получается, добавляется Да-да-да-да-да-да Как раз-таки Аминдорф КВР 2021 Украина Да и Авелия Либерти Собственно, это американский Вроде как Скоростной пояс Нам это Нас это не интересует, в принципе И нам нужен Нас интересует В данный момент Только лишь КВРный новый Аминдор В принципе От Украинской Если это будет даже последний транспорт Которым будем заменять В этом летсплее Итак, собственно Нужно, конечно же, выбрать Новые составчики Которые мы будем заменять Во-первых Думаю, что это, конечно же Думаю, что у нас будут Штуки две В принципе, чем бы и нет Думаю, что это Скорее всего будет Давайте ЧС-2 Он, в принципе, в такой раскраске Тем более Ну, думаю, что уходить Проше Уходить проше Ему довольно-таки Свойственно в данный момент Типлоза мы трогать не будем Так как сюда мы будем запускать Новые ЧС-4 КВРный Конечно же В новой раскраске Теперь нужно найти нам Еще один Электровоз Ну что ж Один ЧС-2 И один ЧС-8 Мы, получается, полностью Отправляем в прошлое И оставляем только лишь Будущее Итак, в принципе, вот Выбираем электричество Конечно же Ищем здесь У нас получается ЧС-4 КВРный В принципе, вот они И тут внизу у нас встречается Собственно, ЧС-4 КВР Укрзалезный Отлично Добавляем его, конечно же Выбираем пассажирские Конечно же, у нас маршруты И вот у нас, собственно Новенький вагон КВР-2021 В принципе Вот Их добавляем, конечно же Десять штук Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять И, скорее всего Это последняя замена В третьем витсплее Которого мы будем производить Я еще не буду говорить точно Но, скорее всего, да Это вот мы Последний раз в третьем витсплее Заменяем эти поезда Итак, в принципе Нажали Делаем, конечно же Тоже техобслуживание Собственно, маршруте Собственно Севастополь-Санкт-Петербург Кстати, неплохой маршрут Мы, собственно На него можем здесь Вот, так скажем Посмотреть Делаем, это находится Он на перегоне Получается Санкт-Петербург-Белоград И вот такой вот Да, действительно Новый красавчик ЧС-4 В новой раскраске Получается Нет, ну реально красавец Реально красавчик Мне лично Его новая раскраска заходит Тем, кому тоже заходит В принципе Можете поставить лайк И даже написать про это В комментариях Собственно Вот, реально красота Теперь он, скажем Наведена Вот, также он, конечно же Введет такой состав Из новых Аминдорфа В раскрасе Укрзалезнити Также у нас Теперь он здесь Находится сверху Посередине вагона Точнее, не просто Герб Украины А логотип Укрзалезнити В принципе Вот так он все дело Выглядит Также изнутри Конечно же Он тоже выглядит У нас максимально Современно Который Это возможно В Украине По крайней мере И в принципе Выглядит очень даже Хорошо В принципе Теперь можем Слегка отдаляться И в принципе С таким вот видом Заканчивать Третий летспейт Да, именно с видом На Укрзалезнити На Укрзалезнити Вот такую вот Красивую В принципе Самые новые Одни из самых Монов Новых Самых любимых Лично модов Мы здесь Можем перед собой Увидеть В принципе И на этом Краски закончить Третий летспейт На этом Все непросто На этом Не просто Заканчивается серия На этом Заканчивается Действительно Эпоха Канала Потому что Третий летспейт Это реально Очень большая эпоха Потому что Как минимум Это не просто Проходной Какой-то Здесь Произвел Очень большой Прогресс Канала С очень Таких Низов Канала Мы поднялись До очень Больших вершин На самом деле На канале Так что В принципе Развитие Очень хорошее Тем более Что у нас Появилась Новая система Мэров Тем более Белил у нас Получить систему Пятого летсплей И как раз таки Пятый летсплей Будет уже работать Полностью Как по мне Пока что Кажется Идеальной системе В принципе Вот так У нас все Дело выглядит И перед тем Как я все таки Буду выступать Со своими речами Я могу Передать Свою визерочку Люди Привет Спасибо Аверу И мне было приятно С Авером Да Я появился Марте Как раз Шли Двадцатый Десятый Сериал По три И В принципе Я Работал за кадром И создавал Для вас Дэн в третьем Вдсплее Те же самые КТМ и ПЯТМ Или ТКС Не обогоны Ну Не будем Перечислять Как минимум Метрополитенам Мы обязаны Везеру Да А то Будет Слишком Это все Долго Я в ТФ2 Играл уже Давно И в принципе Нет Это не было Сложной И помочь Коллеге В принципе Да Я не знаю Что сказать И в принципе Третий Лоспост Стал для меня Первым Таким Серьезным Проектом Помощи С модами И с конвертом И в принципе Да И тогда я узнал Что конвертер Работает На лицензионных Версиях И на версиях Двадцать Двадцатого Года И все В принципе Спасибо Аверу За то Что помог Мне В некоторых Моментах И Спасибо Вам Подписчики За то Что смотрели Этот летсплей Ставили лайки Мне тоже Было Очень приятно Да Спасибо тебе Большое Везер За твое Участие За твой Просто Невероятнейший Вклад В третий Лосплей Потому что Без тебя Лосплей Был бы Уж точно Не таким Вряд ли Может быть Даже была Нормальная Система Мэров До сих пор Может быть В пятом Лосплей Системы Нормальной Мэров Тоже Не было бы Не было бы Опять же Огромнейшего Количества Транспорта Огромнейшего Количества Модов Думаю Что вы все Помните Первую серию Где я говорил Что в этом Лосплей Стоит Аж целых 107 Модов Прямо Сейчас Я могу Сказать Что их Сейчас Находится Более 230 Здесь Да То есть В более Чем В два Раза У нас Увеличилась Сборка Я В первой серии Вроде Как Говорил Что Максимум На 20 30 Модов Увеличилась Но Благодаря Везеру Она Увеличилась Более Чем В два Раза Собственно И теперь Получается Говорил я Свою Речь Итак Во-первых Наверное Все-таки Стоит Сказать Про В принципе Лосплей Собственно Думаю Что как По мне Он Получился Даже Хорош В принципе Неплохой Выглядит Здесь У нас Все Очень Даже Очень Плохо И Ну Это Даже Сейчас Мешает Немножко Закончить Этот Ветсплей Потому Что Как Видите Поезд Передвигается Такими Рывками Это Тоже Неприятный Один Момент Также То Что Самое Главное Что Мы Не Закончили Это Средство Троещины И Воскресенки В Киеве Это То Что Мы Закончить Скорее Сего Не Будем Но Увы Получается Так Увы Здесь Троещины И Воскресенки У нас Киев Увы Так И Не Увидит По Кример В нашем Ветсплее Также Получается Также Получается У нас Есть Некоторые Проблемы С Дворами Потому Что Мы Так И Не Закончили Дворы В Санкт-Петербурге И Одессе Потому Что Как Вы Сами Видите Дум Понимаете Да В Санкт-Петербурге Дворов Нет Да Увы Так Получилось Что Их Тут Нет И Скорее Все Они Даже Здесь И Не Появятся В принципе По поводу всего Основного На самом деле Я могу сказать Что мы сделали Все Что здесь Только Можно было Сделать И В принципе Выполнили Все наши Ачивки И задания Которые мы Только могли Себе Здесь Запланировать Мы построили Ладожский вокзал В Питере И построили Метрополитен В Казани И в принципе Везде Все Мы сделали И закончили Мы решили Почти Что все Пробки Железодорожных Могли происходить Как видите Ни на одном Почти Что сейчас Перегоне Не стоит Сильно Много Поездов Правда Что сейчас На направлении Получается Белоград Уфа Здесь Стоит Несколько Поездов Как бы Белоград Въезжает Я скажу Много Сейчас Поездов Тут Небольшие Пробочки Собрались Но А так В принципе Больше Особо Пробок Здесь Нет Сем Конечно Мы Тоже Молодцы Когда-то Давно Уже И Разобрались Собственно Тебе Уже Прикли К другой Нашей Собственно Части Наверное Этого Ролика Наверное Давайте Прокатимся Сейчас На Двухэтажном Собственно Вагоне ТВЗ Вместе С П20 Так как Вы Сами Понимаете Что Почему Вообще Это Дело Может Кто-то Не Понимает Но Собственно Про Это Я тоже Сегодня Скажу Вам Вот Собственно Один Из них Собственно В маршруте Санкт-Петербург Кироса В принципе Вроде Как Он сейчас Красный Тут Стоит В пробке Увы Конечно Увы Но Это Лада В принципе Думаю Что Когда-нибудь Он Да и Поедет Но Зато Как минимум С видом Красивым И Смогу Сказать Я Свою Речь Собственно В принципе Да Спасибо Огромнейшее Всем Огромнейшее Спасибо Во-первых Визерочку В первую очередь Так как Он Склад Не только В Свой Город В принципе Встретай Восплей Спасибо Тебя Огромнейшее Е Также Человеку Который Тоже Внес Свою Большой Склад В Сам В С Это Чечника Спасибо Тебе Тоже Огромнейшее Е Далее Большое Спасибо Е За Участие Твое В этом Уцплее И за Развитие Города Егоров За Всем Большой Чиприк Подписки За Мерствование Над Городом Казань Спасибо Большое Тимофей Толяганов Бывший Мэр Калининграда Ты Большую Часть Время Не Ввел Так Что Я Не могу Увы Тебе Не Сказать Спасибо Далее Андрей Харьковский Пусть Ты Недолго Управлял Уфой Но Тем Тем У меня Выпрашивал Свой Город Катюбинский И в итоге Когда ты Получил Ты Увы Не Вел Увы Увы Так Получилось Невадно Спасибо Большое Что Хотя Кое Когда Получалось Спасибо Большое Рачку Что Поучаствовал По Мерствовал Слегка Над Городом Гастомель Ну Радуй Что Слегка Алексей Очень Жаль Что Ты Очень Очень Мало Участвовал В развитии Своего Города Борис Спасибо Большое Дигимон За Развитие Города Изначально Скребенграда Потом Получается Нет Максим Дигимон Миколаев А Извиняюсь Получается Кто еще Раз Максим Максим Хорошо Если честно Не очень Помню Даже Кто У нас Точно Был Мэром Получается Сначала Скребенград Потом Одесса В итоге Да Спасибо Тебе Большое За везение Города Скребенград В итоге Потом Который Был Я не помню сейчас Какой у тебя Ник На ютубе По-моему R9M544 На ютубе Ник был И вот Спасибо тебе Огромнейшее За везение Города Миколаев Собственно Спасибо большое Собственно Мэру Города Севастополь Напомни пожалуйста Везер Кто у нас Мэру Города Севастополь Сейчас Да Маргейминг Маргейминг Спасибо тебе Большое За то Что ты Выбрался В мэры Спасибо большое Что ты победил Спасибо большое Что ты вообще Существовал Но Увы ты Для Севастополя Ничего не сделал Сочувствую Конечно Мому дорогому Городу Севастополь Но Увы Так тоже Бывает В принципе Дальше Получается Вроде Как Все Нет Еще Ярославль Ярославль Это Светобежник Светобежник Да Спасибо тебе Большое Светобежник За то Что ты Гусь Недолго Но Поучаствовал В развитии Города Ярославль Спасибо тебе И кстати Сейчас Мэр Калининграда Сейчас Да Кстати Кто сейчас Извиняюсь Извиняюсь Потому что Последние Новые Перевыборы Я Очень Так Плохо Запоминал И те Кто Выбирались Потому что Как вы видите Что я назвал Почти всех Кто У нас Изначально Были А вот Те Кто Перезбирался Я Увы Не вспомню Так Спасибо Большое Сноу За Небольшое Ведение Города Собственно Калининград Очень Тико Извиняюсь Что Увы Не всех Я вспомнил Во время Записи Кому Надо Передать Спасибо За Ведение Города Именно Поэтому Я Сделал Это Прямо Сейчас Вне Записи На Монтаже Во-первых Спасибо Большое Володимир Гурбань За Ведение Города Львов В принципе Были У тебя Некоторые Просьбы Которые Были Тоже Выполнены Но Хотелось Чтобы Их Было Побольше И Я Жду Еще Заявки На Собеседование Чтобы Пройти Просьбы Как Были Уплыв Некоторые Просьбы Тоже Были Так Что Леон Сучит Тебе Спасибо Также Спасибо Моему Другу Кирилу Который Вел Собственно Город Ивана Франковска С самого Начала Вэцплея В принципе До Самого Его Конца Но Увы Ты Для Этого Города Ничего Не Сделал Но Увы Те Трансфер Это Интересно Тем Мэром Города Все Так Ты Как То Стал И Даже Был В Верховной Раде Но Что Это Самое Там Ты Тоже Ничего Не Делал Ну Ладно В принципе Это Все Со Тем Кому Я Должен Передать Спасибо И Можете Продолжить Смотреть Этот Видеоролик Тем Мэром Которые Ушли С поста Кроме Тимофея Тулиганова Я Спасибо Сказать Не Не Могу Так Как Вы Были Сняты Из Поста Мэров За Какие-то Свои Нарушения Правил Именно Об Этому Вам Спасибо Сказать Я Не Могу В принципе Спасибо Большое Всем Вам Мои Дорогие Подписчики За просмотр Это Летсплея Вам Самое Отдельное Самое Большое Спасибо За Просмотр Этого Плейлиста Этого Летсплея Всех Этих Сериев Серия Представляете 61 Одна Серия Этого 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 Итак Моя Речь Моё Благодарствование Вам Всем На этом Окончено И Теперь Можем Приклить К Следующим Новостям Собственно Новости Рисую Такие Оставить Напоследок Думаю Что Можем Приклить На что Нем На чем Таком Ржд Чем Вы Нет Давайте Вот На чем Небудь Таком Думаю Что Заканчивать Будем На R9 M544 Как раз Таким В Новокверн Р Но Думаю Что Сейчас Эту Речь Мне Как раз Таки Важно Толкнуть На фоне Ржд Р2 Итак Думаю Что Вы Помните Такую Историю С Украинизацией Канала И Это Такая Может Даже Для Многих Моих Зрителей Собственно Именно Русскоязычных Именно Русских Зрителей Такая Вольная Тема Не Я же Тоже Отдел Мои Дорогие Украинские Зрители Вас Скорее всего Это Николай Это Такое Объявление Чисто Для Русскоязычной Улицы Проходит Украинизация Собственно С этого Момента Запрещены Все Города Которые В данный Момент На территории Российской Федерации И Республики Беларусь Вроде Как Беларусь Республика Да Да Собственно Все Названия Городов Кроме Получается Кстати Кстати Еще небольшое Под ограничение Не попадает Город Калининград Но Только Лишь С названием Кёнигсберг Именно Так И В принципе Калуэль Да Под запрет Попадают Все Города Которые На территории Республики Беларусь И Российской Федерации Собственно Я Еще Не Точно Не Решил Можно Ли Будет Упоминать Пока Что Их Упоминать В Комментариях Можно В принципе Да Ну И Конечно В Ли П5 Их Конечно Тоже Не Будет Естественно Не Запрещен Также Вместе С этим Конечно Из Моих Калуэль Сплеев Скорее Всего Навсегда Уходит РЖД Именно Поэтому Я Так Скажем Заканчиваю Ту сервис Видом На это Чтобы Вы Могли Последний Раз На моем Канале Увидеть Собственно Такие Вагончики Такие Составы И тому Подобное В принципе Да Там РЖД Больше Не Будет В Присутствии На моем канале Также Все Русские Компании В принципе Русские Названия И тому Подобное Разрешено Будут Только Украинские Те 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 На Те 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 Донбасс Конечно Включает Донбасс Донецкая Луганская Область Перша В Украинскую Часть В Украину Тоже Включается Крым Перша Эти названия Тоже Разрешены Так как Все мы понимаем Что Почему Это Не буду Опять же Называть Чтобы В очередной Раз Не Это Кому Попадает Под Мои правила Собственно Крым Крым Это Украина Говорить Можно Чтобы Увидеть Все Эти Правила Все Нововведения Собственно Просто Открываете Вкладку Много Канала Ищите Описание Этого Канала И там Смотрите Все правила Которые Были Туда Ведены Вот так Это все Дело У нас Будет Вылить Далее Далее Конечно Думаю Что Вы понимаете Запрещены Русские Флаги Русские Флажки Писать В комментариях За русский Флажок В комментариях Будет Бан Моментальный За Получается Флажок В никнейме Будет Предупреждение Сначала Потом В дальнейшем Удаление Комментариев Пока Либо человек Не сменит Либо не перестанет Писать комментарии На стримах Человек В никнейме У которого Будет Русский Флаг Будет Мудиться И предупреждаться О том Что нужно Сменить Либо флаг Либо ничего Не писать Вот так Это все Дело У нас Будет Вылить В принципе Вроде Ко поводу Украизации Все Далее Получается Кстати Нет Авер Ты забыл Бое Что Запрещены Будут Советские И Российские Имперские Названия Ну да Я же говорю Все которые Будут У нас На территории Российской Имперской Волики Беларусь В принципе Да конечно же Киров Вяткой Называть Нельзя Будет Конечно же В принципе Если вы хотите Сделать Кстати Еще в будущем Ветсплее Город В котором Будет Присутствовать Русское Название Но вы Должны Будете Объяснить Почему Вы так Называете В принципе Если это Будет Если вы докажете Что такой город Например Есть в Казахстане То я Такой город Допущу Если Не докажете То собственно Такой город Будет Запрещен По поводу Запретов Упоминаний Я уже Вроде Как говорил Так что Да Еще я Пока что Не решил Будет ли Запрет Упоминаний Но Пока что Такого Запрета Нет В принципе Писать В комментариях Название Городов Русских Пока что Можете Итак Далее По поводу Украинского Языка Украинский Язык Не будет Введен В последующие Летсплеи Основные По крайней мере Пока что Еще не произошло Пока что Ну Нет Конечно События Произошли На самом деле После которых Мог бы это Все таки Вести Но все же Я считаю Что язык В произошедших Событиях Не виноват Так что Смысл Его убирать Нету Тем более Что Многим украинцам Как бы Многим украинцам Тем более Удобнее смотреть Именно на русском языке Так что Русский язык Пока что Остается Но Но тем не менее Четвертый Летсплей Где я буду строить Перегон между Киевом И Харьковом Будет у нас Вестись на Украинском языке Это единственное Такое бутылось В свое Которое Будет вести На украинском Все остальные Будут на русском Все остальные Видеоролики Все остальные Тоже будут вестись На русском языке В принципе Вот так у нас Получается Украинизация В принципе Да Ну что ж Теперь получается Мы отстраняемся От рождая Кстати Наступил 22 год У нас уже 22 год У нас сейчас уже Находится 3 февраля Мы приближаемся К той самой страшной дате Кстати По поводу того Что я когда-то говорил Очень давно Что все-таки Политика не должна Касаться моего канала И я действительно Очень хотел Что политика Моего канала Никогда в жизни Не касалась Но Увы Это не я Коснулся политика А политика Коснулась меня Так что Приходится Увы Так жить Так что да В принципе Мои действия Я считаю Очень даже Оправданны Потому что Ну Как вы сами знаете Я политику Трогать не хотел Политика Сама меня Достала Так что Вот так у нас Получается Все это дело Производит Ну что ж В принципе Думаю что Мы можем дальше Прокатиться Точнее По фейл бану Вот тут получается Стоит наша R9M544 Обновленная На ней Как раз таки Можно здесь Так скажем Прокатиться Вот на нее Посмотреть И дождаться Конечно же У нас Вот Вот собственно 20 февраля И мы Останавливаем Дату на 23 февраля 2023 года Тот самый день Когда Точнее Тот самый день Перед тем днем Когда Жизнь Моя по крайней мере Разделилась На до и после Лично Моя жизнь Разделилась На до и после В принципе Вот Я конечно Останавливаю Время На паузу Мы Отпускаем В принципе Эту паузу Мы сможем Дальше Конечно же Смотреть Но Время В этом Моцплее Ити Больше Не будет В принципе Вот Ну что ж Такая у нас Получилась Эта серия Вот наша R9M В принципе Вот она Красавица Кстати Даже уже Отправляется Получается Неплохо Красиво И вот так Все у нас Получается Выглядит Ну что ж В принципе На этом серия Будет потихонечку Уже заканчиваться В принципе Вроде как Все новости Я сказал Украинизацию Я полностью Ввел Если вдруг Я что-то Забыл То не забывайте Что если вдруг Что-то я забыл То потом Я про это Вспомню И допишу Обязательно В описание Этого канала И именно Поэтому Посоветую вам По крайней мере В следующей неделе Две Почаще Заглядывать В описание Моего канала Чтобы Следить за правилами И вдруг Их не нарушать Спасибо вам Заранее За это Огромнейшее Собственно А эта серия Потихонечку Заканчивается Конечно же В этой серии Мы вспомним Старые добрые времена В этой серии Будет небольшой Минифильм Со скринами С воспоминанием Так скажем Всего этого Ветсплея Может быть Потом будут Еще дополнительные серии Но это пока что Еще решается Но тем не менее Ожидайте Что может быть Еще на протяжении Следующих нескольких дней Будет еще Получается Допойти на какие-то серии Также через неделю Ровно через неделю Скорее всего Будет первая серия Четвертого ветсплея И скорее всего Четвертого сентября Будет первая серия Пятого ветсплея Ну это пока что Еще ориентировочные даты Еще полностью Все не решено Но если что То вам конечно Обязательно сообщу Во вкладке Сообщества Поэтому Почаще последнее время Почаще последнее время Заглядывайте Во вкладку Сообщества И во вкладку В описании канала Спасибо вам заранее За это огромнейшее Но эта мотосерия Подходит к концу Собственно Всем большое спасибо С просмотров Этого летсплея Не просто этой серии А именно Этого летсплея Спасибо вам за это огромнейшее Собственно Всем вам Я Авер И ведерочек Желаем вам удачи И всем Пока Люди Пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры